Год 1967. Год необыкновенный для нашего народа. Это год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. И поэтому каждое большое событие, происходящее сегодня в стране, позволяет говорить о пройденном пути народа-творца, народа-созидателя. Такое событие происходило в июле 1967 года, когда советская страна отмечала День Воздушного Флота СССР. Наш воздушный флот — ровесник Великого Октября. Солнечным утром 9 июля, казалось, все устремились в одном направлении — в Домодедово. Там ждал гостей большой авиационный праздник. Один из любимых у советских людей. Современная авиационная техника, реактивная, сверхзвуновая, требует большого простора для демонстрации в воздухе. Этим требованием отвечает новый столичный аэропорт Домодедово. Сотни тысяч москвичей, посланцы Братских Союзных Республик, многочисленные зарубежные гости собрались здесь на авиационный праздник юбилейного года. Модедово в ожидании. Авиационный праздник посвящен 50-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. На трибуне руководители Коммунистической партии и Советского правительства. Воздухе межконтинентальный пассажирский корабль Ил-62. Он в два раза больше, чем его старший брат Ил-18. И может взять на борт 186 пассажиров. Скорость его полета 900 километров в час. Иность свыше 9000 километров. Вспомним, с чего начинал наш аэрофорт. 1922 год. Открытие первой пассажирской авиалинии. Москва-Нижний Новгород. Ныне город Горький. Протяженность трассы 420 километров. За один год было перевезено тогда 270 человек. С этого мы начинали. Начинали. А сейчас... Сейчас крылатый гигант Ил-62 совершает посадку. Посмотрите, как незначителен пробег такого исполинского самолета после приземления. 160-тонная машина использует реверс, то есть обратную тягу двигателя. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Короткий размет и самолет снова в воздухе. Впереди у нового флагмана аэроплота далекие трассы по просторам Воздушного океана. Воздушная мощь Советской страны находится в руках людей, преданных Родине, Коммунистической партии. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok